джай всем преданным ки джай 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 шмарту си махарани в римдадеве ки джай бахту римны ки джай джай День Памятня Божественного Ходи Шил Джадео Аслами ки джай джай Хария Кришна дорогие преданы приятно тебя видеть приятно тебя видеть джай 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 борчь esto проблеж 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 bolt проблеж сегодня день ухода от джаделага с вами небольшой статью рассказывает о джаделага с вами иногда я думаю размышляя память о том что божество великого айшнавского поэта джаделага с вами звали рада мадова джаделага с вами явился в мир задолго до приходящего читания махабраду как раз гурдев дает лекцию в лакте как раз там тоже божество рада мадова это гурдев он как раз говорит о том что божество джаделага с вами тоже звали рада мадова в песнях еще одного вайшнавского поэта в виде пати также упоминается имя мадова мадова хама паринам нираши значит он тоже был околдован служением господу рада мадове когда махабраду жил в гамбире являя своей бесконечной жирливой разлуке каждый день он слушал баджаны песни великих вайшнавов песни джаделага с вами в виде пати в особенности песни романанды рая джаделага с вами из его книги гита гавинда они порождали его сердце особые трансцендентные трансцендентные переживания Шивос Расвадистакур дал свое представление пуджуарага патха гавравы банги матова хариджана кихтанаранги это говорит о том что непосредственное служение рады кришне это исключительно совершенное трансцендентное совершенное трансцендентное духовное недостижимое состояние но мы можем служить этому через посредников есть способ достичь этого служения но в этом мире мы будем служить через вайшнавов Звердев говорит что служение рады кришне это настолько редкое явление тем более для нас с вами это очень и очень для нас далеко и запредельно то есть совершенное трансцендентное духовное недостижимое состояние поэтому мы служим через посредников мы можем служить этому миру через посредников есть способ достичь этого служения но в этом мире мы будем служить через вайшнавов когда я жил со своим учителем Шилашдаром Махаражем то в очень приватной форме без свидетелей я иногда пел песни Чандидаса в виде пати Джаде Лагасвами это очень сокровенные песни их мог слушать только гуру Махараж Гурдев процитировал несколько строк наиболее известных и глубоких вайшнавских песен он говорит что эти песни известны они есть в песниках и что касается Джаде Лагасвами мы не поем его самые воздушные песни но такие песни как Даша Аватара с Соттром мы поем эту песню в дни явления Аватара Господа еще Гурдев поет эту песню поскольку вы не понимаете о чем я пою то я даже не беспокоюсь вы не станете сахаджими преданные смеются однако суть этой поэзии Матхура раса в чистой форме но кто в этом мире квалифицирован слушать эти песни о любви однако звуковая вибрация даже несмотря на то что мы не понимаем очень сладостна и сам Господь божество Рада Мадова явилась Джаде Лагасвами и попросила чтобы он поклонялся ему Махарабуд также был восхищен этим божеством Рада Мадова и не только Махапарабуд Бхахтидан Господа дал первым божеством которое он установил в Майпуре имя Рада Мадова и проявление божеств в нашем храме это Ганхар Воговинда Сундер наш Парам Гурдев это божество его сердца Продолжение следует... Продолжение следует... На территории нынешней западной Бенгалии, в деревне под названием Кенубила-Грам. Джедей Вагасвами родился в начале XII века н.э., примерно за 300 лет до явления Шичитани Махаправу. Жену его звали Шипадмавати. Будучи придворным пандитом Лахшмана Сена, он жил на берегу Ганги. Он является автором Шри Гита Говинда, о котором упоминает кришнадарскую виразу о своих читаниях Чаритамрита. День и ночь в обществе Суарупа Дамодара и Рамананда Рая. Шичитани Махаправу слушал в великом восторге песни Ведеопатии Чандидаса, а также драму, написанную Рамананда Рая. Также он сложил свой слух кришне Карнамритой и Гита Говиндой. Существует великое множество легенд о жизни Ши Джай Дева. Ниже следующая история в целом принимается как достоверная. Ши Джай Дева Вагасвами работал над особенно чувственным фрагментом Гита Говинды, где рассказывается об отношении кришне с гопи во главе с Радхарани. Он погрузился в глубокую медитацию на то, о чем писал и обеспокоился тем, что зашел, возможно, слишком далеко в описаниях возвышенных качеств гопи. То, что он написал, похоже, представляло положение кришне, как в определенном смысле подчиненное по отношению к гопи. Но все-таки Кришна – верховная личность Бога, как может он подчиняться к гопи? Джай Дева Вагасвами вдохновился в этой строку, где говорилось, что кришна склоняется, чтобы коснуться в отрасль стопащей Радхи. Но его рука дрогнула и соскользнула со страниц. Он перебался и думал. Как я мог додуматься до такой писанины? Как я мог так обновлечь, чтобы написать это? Тогда он решил пойти искупаться в ганге, в надежде на то, что, возможно, после этого к нему придет какое-то вдохновение. Джай Дева Вагасвами пошел совершать дневное умовение, оставив жену подмывать и готовить для божеств. Пока его не было, в доме у него появился Кришна, переодетый Джай Девой. Кришна подошел к письменному столу Джай Девой и нашел там пальмовые свитки, на которых была написана Гита Говинда. Кришна взял перо Джай Девой и написал стихотворение, в котором была строка «Дехи пада палава мударам». И, говорится, Кришна склоняет свою голову к отусам стопам Ширадхи. После этого, переодетый в Джай Деву, Кришна сел и принял просад, приготовленный подмыватье. Почти в просад, Кришна вышел из дома и исчез. Как раз в это время Джай Девой возвратился после омовения в Ганге. Когда он спросил о просаде, жена пришла в недоумение. Когда она рассказала Джай Деве о том, что только что произошло, он изумился. Он пошел к своей книге и увидел, что еще не просохшими чернилами в ней написан стих, который он обдумывал перед тем, как пойти искупаться в Ганге. «Дехи пада палава мударам». Кришна склоняет голову к отусам стопам Ширадхи. Увидев этот стих, он сказал в подмыватье, «Это чудо! Посмотри, я говорил тебе, что не хочу это писать. И вот это слово написано так, как я сочинил. Что за их стаза рекой текли из его глаз, потому что он понял тайну того, что только что произошло». В подмыватье сказал он, «Тебе повезло больше всех. Сам Кришна написал эту строку, «Дехи пада палава мударам» и принял просад прямо из твоих рук». Помимо Гита Гавинды, Джадея Вагаслами написал другую книгу под названием «Чандролока». Знаменитая Даша Аватара Гита, рассказывающая о десяте Аватарах Вишну, это часть Гита Гавинды. В день ухода Джадея Вагаслами выпадает на Пауша Шанкранте. Сейчас в Кенду Гограмме, где родился Джадея каждый год, в этот день отмечается праздник Джадея Вагаслами Кимичай. Вагаслами Кимичай. Господи Еврахан. Ретичная. Ну вот, немножко поссорять яacao immerga слава. Ну что, может какие-то вопросы? Вопрос такой есть, в последнее время размышлял. В книге Шитхара Махараджи, одних других книгах вообще вайшнамских, там пишется такая вот цитата, что нужно оказывать почтение всем живым существам и не ждать почтения себе. У меня вот такой вопрос, в социуме он очень конкурентный, то есть это вот проявляется, пишется и в вайшнамской среде, и в социуме, в жизни. Но как бы социум он конкурентный, люди воспринимают какое-то такое уважение, да, они как ослабость воспринимают и пытаются залезть на голову, грубо говоря. У меня вот такой вопрос, каким образом найти грань или вообще от этой идеи отказаться, или как-то находить какую-то грань, чтобы в социуме это можно было реализовывать и не получилось вот таких каких-то ситуаций, когда люди воспринимают, даже непонятно как, с физикой слабости воспринимают. Такой вопрос. Ну, на самом деле, это третий стих Шаштки. Тренато Пису Нична, Таро Писах, Ишна, Амани, Наманани, Накиртани, Садаха. Вот, то есть, что этот стих, можно сказать, был основным стихом, который постоянно проповедовал наш Груде в силудовидном ахарасе. Потому что наша духовная практика, она строится на воспитании святого имени. И без этого принципа оказания, быть смиренным, терпеливым, оказывать всем почтение, не ожидать почтения к себе, невозможно непрестанно воспитать святое имя. Это относится непосредственно к практике. Но мы должны понять, что есть такой момент, что смирение и почтение оказывается абсолютно всем живым существам, но в соответствии с занимаемым положением живых существ. Поэтому, ну, тут приводится такой пример, что, ну, к примеру, отец или мать, они оказывают своему сыну почтение. Но они не выказывают это внешне. Потому что если они будут его выказывать внешне, тогда сын сядет на голову и, как бы, ну, будет проблема. Потому что он возобнит себя, он возгордится и возобновится, что он может манипулировать родителями. Поэтому они-то ведут с сыном строго, но в сердце оказывают ему почтение. То есть нужно понять, что почтение оказывается не то, что там мы всем подряд проводим там, пуджу, поклонение какое-то там, кланяемся там. Но внутреннее. На самом деле это не должно быть на форме этикета. То есть есть этикет, который нужен для того, чтобы урегулировать это взаимоотношение между людьми. Потому что у людей нет любящего взаимоотношения между собой. Поэтому люди пользуются этикетом. Что, на самом деле, ну, с какой-то стороны хорошо для этого материального мира. Но, с другой стороны, если есть подлинное чувство уважения и любви, то, в принципе, этикет не нужен. Он будет, ну, соблюдаться автоматически. То есть, когда мы кого-то уважаем, ну, мы естественным образом, ну, выражаем какое-то почтение. И будем выражать почтение так, чтобы не навредить человеку. Потому что если мы, ну, какому-то гордому человеку будем кланяться, он еще больше возгордится. Естественно, что это вот только хуже для него будет. Вот поэтому, ну, иногда выражаем внешнее почтение, иногда не выражаем. Ну, мы должны понять, что это должно быть стать, в какой-то момент времени перестать быть икетом. А должно быть стать очень естественным чувством. И вот это естественное чувство, это как раз очень большая такая сложная работа. Нужно в этом направлении трудиться просто. Ну, смирение, терпение. Для этого нужно осознать свое собственное положение. То есть, когда у нас, ну, мы понимаем, кто мы есть на самом деле. Тогда у нас это чувство, смирение, терпение, оно естественным образом выражается. И нас, на самом деле, когда это чувство естественно возникает, нас особо не волнует даже. Будут там люди как-то нас воспринимать, будут они садиться нам на голову или не будут садиться нам на голову. Нам это, на самом деле, не так важно будет. Ну, во-первых, скорее всего нам какое-то время эти люди, они даже выпадут из нашего круга общения. Если мы действительно такое положение займем. То есть нужно понять, что процесс он происходит постепенно и он параллельно происходит на разных уровнях развития. То есть, чем больше мы духовно продвигаемся, тем больше меняется наше внешнее окружение. И это даже можно обратно сказать, чем больше мы меняем свое внешнее окружение, тем больше мы внутренне меняемся. Поэтому это, ну, такой момент, на самом деле, очень простой. Нужно продолжать оказывать просто людям уважение. Ну, в головнике есть такой стих, что мудрец, он видит всех одинаково. И брамана, и собакоеда, и слона. Потому что он видит не оболочку, а он видит сверхдушу. И этой сверхдуши он мысленно оказывает почтение. А внешне нужно ввести в соответствии с ситуацией. Не то, что там перед всеми было реверансы делать. Понятно, люди в этом материальном мире, они все находятся на разном уровне развития. И, соответственно, будут реагировать по-разному. Но наш главный критерий общения с людьми, это... Главное, не навредить людям. То есть, не насилие. То есть, насилие может проявляться тем, что мы дадим людям повод гордиться. То есть, на чем их незаслуженно прославлять, к примеру. Вот, поэтому вот, то, что касается почтения, оказания людям и прославления людей, нужно быть очень осторожными. То есть, так же, как нельзя людям давать лишние деньги. Потому что, кому-то нужны деньги, кто-то использует их по назначению в действительности. А кому-то эти деньги просто развратят. Человек пойдет во все тяжкие и пустится. Вот так вот, как все. Понятно, да? Спасибо. Так, ну что, еще есть какие-то вопросы? Да. А почему вы уже сразу не знаете? И о чем это зависит? Что-то мне повстреляют этот вопрос. В разных формах его постоянно задают. В Ростовке. Ну, мне в Ростовке и где-то в Сочи мне тоже спрашивают. Ну, на самом деле, это очень такой важный момент. Нужно понять, что Божеством и является. То есть, это не то, что мы захотели поклоняться Божеством, привезли Божества, установили их и начинаем служить. Вот это, ну, Божество является, как следствие, желание преданного или преданных, ну, служить. Вот и, ну, это такое понятие, что преданных их, ну, безграничное количество преданных. Но у всех преданных имеется определенное отношение с Господом. Вот. И преданные, они склонны группироваться на группы. Но с определенным умонастроением. То есть, преданное. И это происходит, ну, очень, так, подсознательно, интуитивно. То есть, вот, группируются люди. Ну, мы видим, допустим, вот здесь. Вот есть храм Кришны, есть храм Христа, есть там мечеть, да, есть синагога. То есть, это разные, вот, большие группы, да. Вот. Внутри, внутри сообществ там существуют тоже маленькие группы, где поклоняются определенным образом. Вот. И если брать божество, они, это же Господь, он живой, он приходит в соответствии с определенным умонастроением группы преданных. И он принимает ту форму, которая наиболее будет соответствовать этому умонастроению. Вот. И, ну, что такие божества? Ну, нужно понять, что все божества, это, ну, скажем, запечатленный момент какой-то излива Господа. Господа Читания Махапрабу, Господа Кришны. То есть, понятно, да? То есть, вот, то есть, вот, кинопленка кино идет, какой-то стоп-кадр раз, мгновение жизни Господа. Вот. И вот это мгновение, мгновение, оно, на самом деле, соответствует, ну, умонастроению определенных преданных. Это, ну, я тоже рассказывал об этой, приводил пример. Допустим, вот наша жизнь, да, вот она идет, и в нашей жизни, ну, на самом деле, не так много таких моментов, которые мы, ну, вспоминаем, с особым таким чувством, да, то есть, у нас у каждого в жизни есть, там, два-три момента, когда с нами что-то произошло, такое вот удивительное событие, да, что мы хотим угроситься к этому моменту, да, на такое вот какое-то, ну, счастье, которое пришло, там, там, вот встреча с грудой, а он, допустим, там, ну, у каждого свой момент, там, встреча еще какая-то. И вот, и вот, и вот, у преданных, вот, есть, ну, жизнь Господа, в какой-то момент, в какой-то момент жизни Господа, ну, каких-то преданных особенно привлекает, то есть, вот, какая-то лила особенно привлекательна для, ну, для каких-то преданных, ну, все, из-за того, что все разные, разные лилы могут вызывать, ну, посмотрите, наших учителей, да, вот, наши учителя, они, в принципе, дают на лекциях, ну, какие-то определенные истории, и они привязывают к определенным историям, и эту историю постоянно рассказывают, правильно? Вот, допустим, Госвами Махараш, он, Браво, Бибохов, Лива, вас любит рассказывать, там, также он любит определенные еще истории рассказывать, ну, я просто, вот, как Аладук Махараш, тоже определенные истории рассказывает, постоянно он повторяет в разных интерпретациях, вот, И смысл заключается в том, что Господь один, у Него бесчисленные имена И каждой лилии, или каждому проявлению Господу И соответственно определенное имя, которое выражает эту лилу Либо облик Господа на данный момент времени Понятно, да? И соответственно, когда Господь приходит, Он приходит с именем То есть Он приходит в определенной форме И с именем, выражающим эту форму Можно я поменю? Да Ну вот у нас Гуранга Сунда, да? И кремя Это к чему относится? Ну, прекрасный Гуранга Ну, откуда? Ну вот если выражает каждое имя, выражает какую-то там лилу То именно наш Господь Ну вот именно Гаурлила Просто там растоплено, например, Махапрагу Ну, это не столь тут не столь важно Гуранга Сундар, Махапрагу Просто Гуранга Сундар Это, ну, в принципе, одно и то же выражение И божество очень похожее Настроение схожее То есть, ну, нужно понять, что мы поклоняемся Махапрагу Ну, наше основное божество это как раз Махапрагу Потому что Гуру и Гауранга То есть, мы поклоняемся Гуру То есть, не Кирандипрагу, а Гуру И поклоняемся Гауранге Потому что через них, через них мы поклоняемся высшей реальности Вот мы, ну, а каким, ну, есть какой-то пример, что, ну, какие другие божества должны быть? Нет, я не знаю, просто спросил Ну, вы сказали, что настроение отличается Это мне странно интересно, как вот, детали Да, и еще Гирираж у нас Везде Гирираж присутствует Почему? Потому что это говорит о том, что преданные в нашей линии Они поклоняются Махапрагу Как дарителю Кришналивы Которое происходит в определенном месте на Гирираже Гавардхане Но пока мы находимся на определенном уровне такого детского развития Нам просто говорят, ребята, вот в общем, вот Видите, вот, вот божество вот такие вот Первые божества приехали как раз к Шиши Гуру Гуранга Радамадова Сундураджи То есть вот как раз мы сегодня об этих божествах читали То есть это... И потом приехал Гирираж Накисельный То есть, ну, сразу Гуру Дэху он явил нашу некую направленность Но поклонение Радамадове или Рады Кришне Это очень, ну, поклонение требующее очень такой серьезной дисциплины Поэтому сначала начинаем Потому что Гирираж Гвардхан, он, ну, не принимает так сильно оскорбления Гуранга Махаправу тоже, ну, он строгий, но все-таки, ну, он понимает, что мы дети Вот, что мы еще не способны правильно себя вести, правильно кланяться, правильно ходить Правильно там подношения делать какие-то И поэтому, ну, надо же понять, что все, все реальности, они исходят не потому, что это мы захотели Не потому, что вот мы пришли, там, вот решили чему-то научиться, там еще А это просто нас Господь призвал Надо же понять, что, ну, почему мы так говорим Потому что невозможно прийти в эту линию, не будучи, ну, до какой-то степени Будучи готовым с прошлых жизней Потому что это не начальная линия, то есть это не начальная какая-то реальность Это, ну, определенная школа, определенная школа мысли Это не говорит то, что мы, ну, там, считаем себя прям такими великими Что вот мы, там, вот, эксклюзивное служение у нас Нет, нет, мы, наоборот, считаем себя падшими Но то, что мы находимся в этой линии, это говорит о том, что О нашей внутренней сути, которая для нас еще самих, она сейчас не открыта И постепенно, постепенно, из жизни в жизнь Эта сущность, она постепенно, постепенно раскрывается То есть сколько еще пройдет жизни, там, или лет, или, там, это неизвестно Возможно, это будет вечность Горубев, он говорил, что переход происходит незаметно То есть душа, она служит, вот, сначала, там, раз в неделю приходит Потом, там, через день приходит, там, потом каждый день начинает приходить Потом остается в храме, там, например, служение получает ежедневное Там, два часа в день служит Там, четыре часа в день служит Потом появляется служение Полностью захватывающее время и энергию живого существа И потом, живое существо, оно остается только исключительно в севе Двадцать четырехчасовой Она служит божеству, и постепенно все эти вещи, они открываются в сердце живого существа Постепенно оно понимает, что, на самом деле, этот мир, он вообще не материальный, на самом деле А он чисто трансцендент Либо оно происходит прямо в настоящем времени, здесь, сейчас Со стороны мы можем показаться, что, вот, что-то такое тут происходит непонятное А в Эриндаун приехать, посмотреть, сказать, какого-то свиньи ходят, собаки Какие-то люди странные Там, не всегда они духовно себя ведут, там, ну, к примеру, с нашей точки зрения Но если мы будем всецело погружены в севу Если будем видеть в центре Господа Всегда, тогда мы увидим, что все является трансцендентным миром Есть ближе, ближе, кто-то находится к Господу, есть дальше Все зависит от нашего архикара, то есть нашего собственного положения Вот, поэтому наше самое главное дело, это не завышать свой уровень духовный И не занижать так же То есть не думать, что мы прям такие, прям, очень, прям, святые И в то же время не думать, что мы совсем падшие, что даже и, ну, таким падшим мы мантру недостойно читать Тогда это будет некая дисквалификация самих себя и уход в мае Поэтому должны, ну, в первую очередь оценить то богатство, которое, с которым мы соприкасаемся То, что Господь нам по своей беспричинной милости через Гуру, через Лайшнауф, Он дает нам И Он является в форме, Он же не просто так является Это особая милость Вот, мы не готовы, ну, скажем, есть, как выражается, такое передвигающееся божество Это Господь Сам является Вот, а есть статичное божество И статичное божество, оно как раз, оно необходимо именно для практикующих преданных Которые совершают некую духовную практику Мы обучаемся служить Господу в определенном умонастроении, в определенной школе Вот И наши учреждения всегда говорят Не торопитесь, все со временем будет понятно То есть, просто служите, выполняйте свое служение Ну, на самом деле, гирлянды плести, это вот кажется, что так вот Вот, там гирлянды, плету, там стараюсь Вот, сколько можно их плести На самом деле, такая милость Вот, у нас тут есть там в Абхазии Таруни Она, ну, она там все делает, конечно, в храме Но у нее одно из служений, гирлянды Она мне, ну, короче, я уже, говорит, это самое, как это У меня гирлянды, вот, вся жизнь гирлянда, говорит Я, говорит, уже снятся гирлянды, уже ночью там Она ходит, она не просто там, она, ну, нас лепестки так приносят иногда Но она в большей степени там ходит, сама по лесу собирает там листья, разные цветы Из них плетет гирлянда Вот, она, говорит, это целая, говорит, творческая работа То есть, погружаешься И вот она вот настолько погрузилась в эту селу Что вот, чувствует себя вот Исполненной Ничего ей больше не нужно, в принципе Ну, понятно так? Рекиши, диагра, да Так, ну что, еще есть какие-то вопросы? Есть вопросы, Коль Описание пишется, что О любом служении Господу А как Ну, как нам относиться к тому, ну, к самим себе Ну, я про себя Что Есть такие моменты, когда нету Ну, этого, ну, любого служения А есть просто, ну-ка Просто служение Ну, вот, ну, так Сжал зубы, да, скрипя Ну, что ты делаешь, потому что надо Ну, любовь к этому, ну, не присутствует Вот как эту, ну, любовь возобновить Или получить, или найти Вот Во время служения, когда Нету ее Ну, как это говорят Православные старцы Жизнь человека Человеков подвиженности Надеются на На периоды То есть, обретение Основные периоды Обретение благодати Божией Потеря благодати Божией Третий период Возвращение благодати Божией То есть, ну, появится Сначала благодать Божией Там, или любовь Ну, она приходит как Либо как аванс Либо как рекламные акции от Господа Ну, чтобы мы понимали Что это, что это чувство Оно есть И оно, на самом деле Оно нам присуще Причем оно для нас естественно Но потом В какой-то момент времени Это чувство, оно Ну По разным причинам Оно уходит Либо из-за того, что Ну Мы недостаточно чисты В своих помыслах Совершаем какие-то оскорбления Из-за этой нечистоты То есть, у нас есть какие-то Корыстные мотивы Еще что-то И мы должны очиститься Ощущение, оно связано с болью То есть, когда больно То У нас такое ощущение, что любовь ушла А любовь-то никуда не ушла Она Просто мы понимаем свое несоответствие Между своим нынешним положением Особенно, если мы начали Ну, разбирать свои мысли Свои помыслы Свои желания Внутренние Внутренние Не в категории души А в категории Наших иллюзий Связанных с этим телом И с материальным миром Мы понимаем, что мы на самом деле Ну, у нас очень большие проблемы С этим совсем У нас очень много Различных привязанностей Различных Желаний Материальных Желаний эксплуатации Если нам ничего не получается эксплуатировать Нам хочется отречься от всего То есть, все бросить Ну, это и то, и другое Оно бессмысленно Мы, какое-то время Читая Писание Мы понимаем, что В Писании говорится О Рогануге Бахте И говорится О Байдхе Бахте То есть И Бахтинат Акур Он говорит, что Мы должны понять Если у нас есть Рогануге Бахте То, в принципе, у нас Нет вообще никаких проблем То есть, мы спонтанно просто служим То есть, ну, спонтанная любовь И спонтанно мы делаем Мы не можем ей служить Но если у нас этого нету Чувства спонтанного Но мы знаем, что оно У нас Как бы Не пробуждено Ну, оно есть Но оно не пробуждено У нас Оно где-то там Теплится Вот Заслоняемое Вот этими Суетными И устойчивыми желаниями Мы понимаем, что нужно Ну, совершать какой-то Процесс очищения Когда появляется Такой момент Как регулируемое Преданное служение В Айтхе Бахте То есть Мы Духовную жизнь Практикуем То есть Мы совершаем Садхану Надеясь Надеясь На милость Может быть Крипу придет То есть Может быть Ну Все равно Мы должны пройти Процесс очищения Очищения От многочисленных От многочисленных Вот этих Пороков Которых Грехов Помыслов Негативных Которые живут В наших сердцах Кридромом Болезнию Даже выздороветь Вот Ну Просто У нас тут Просто стоит Один Лечиться Или не лечиться Как вот К врачу Мы приходим Врач говорит Я в принципе Готов вас вылечить Вот Но Вы должны Соблюдать диету Принимать Лекарства Вот Он спрашивает Лечиться будете Или Если не Вы хотите Лечиться Можете Вот Изучить Там Писание Где можно Кармаканду Там Где можно Там Рассказываться Как Немножко Правильно Все делать Чтобы Нам было хорошо Чтобы тело Хорошо себя чувствовало Там Йогой заняться Там Сыроедением Все чем-нибудь Просто Ну Сами по себе Вот Ни йога Ни сыроедение Они не помогут Развить любовь Какие-то там Практики Они могут Ну Если человек уже служит Они могут Помочь ему В служении На уровне поддержания Здоровья На уровне поддержания Тела Но Если Человек Просто думает Что Поправив Здоровье И начав Ну Хорошо себя чувствовать Он Будет духовным Это такая Большая ошибка Любовь Это не рождает Она рождает Наоборот Егоизм Ложное Эго Развивается Человек Все в центр Ставит Поэтому Ну Нужно Просто продолжать Повторять мантру За нас Никто же мантру Не будет повторять Мантра Это самое Главное Что мы должны делать Десять дня в день Встать Выделить время Час Два Часа И вот Сидеть Там Где-то В уединении Каждый Сам Находит Где лучше Повторять Просто Это Должно быть Очень Такой Внимательный Процесс Он живой То есть Что мы учимся Мы в момент воспевания Мы понимаем Что Все наши проблемы Они Начинаются В уме Нашем То есть Ум Ну В чем наша проблема Действие Это следствие Следствие Помысла Какого-то Помысла Рождается Постоянно Мы постоянно Думаем Куда пойти Что сделать Планируем И все Эти планы Они сводятся К тому Как нам Это будет Удобно Хорошо Безопасно Комфортно То есть Мы всегда Связываем Наш ум Он всегда Связан С некими Получением Удовольствия Комфорта То есть Ум Это адвокат Наших чувств Чувства требуют Удовлетворения А ум Как бы Все это Урегулирует Разум Обосновывает Все Почему это Нужно Материалистичный Разум Поэтому В момент Воспевания Мы должны Ну Войти в это Соприкосновение Господа Мы должны Перестать Думать Мы должны Пожертвовать Ум И начать Слушать Святое Имя Если нам Удается Не думать А просто Слушать Тогда Происходит Процесс Процесс Преображения Что Мы Сдаемся Мы Говорим Все Господь Я не буду Строить Никаких планов Хотя бы Вот эти Там Час Или два Там Или там Пятнадцать Минут Не буду Строить Планов Ум будет Кипишевать А как же Столько времени Потеряется Целый час Потеряется Ты же Не сможешь Там Заработать Денег Ты там Не можешь Потому что Деньги Зарабатывать Тоже В уме Правильно Ты не сможешь Там Опоздаешь Там В поездку Там Или еще Что-то Ну Ум же Он Такой Он Там Постоянно Что-то Рендерит И Для него Очень Важно Все Это А потом Мы понимаем Что это Вообще Ну Как бы Некий Посторонний Элемент То есть Это Не мы Это Чисто Чисто Вот Наше Соприкосновение Мы Впечатались В эту Материю И Она Продолжает Крутиться Вертеться Сама По себе То есть Первый Принцип Самосохранения То есть Инстинкт Самосохранения То есть Защитить Тело Правильно И Он Постоянно Он Защищает Защищает Тело Его Пункцию Защитить Тело Это Одна Из Многосистных Пункций А второе Получить Удовольствие Удовлетворить Желание И Вот Поэтому Ну Какая Любовь Любовь Это Такое У нас Такое Мгновенное Соприкосновение С этим Было Что На уровне Где-то Отчаяния Поняли Что Есть Ну Господь Он Просто Явил По своей Милости Как 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 Одну Из Своих Апостасей Или Реальностей Вот По крайней мере Он нам Показал Что Он Существует И Возможность Есть Но Просто Как Это Много Званых Да Мало Избранных Зовут То Всех На самом Дело Пожалуйста Приходите Служите Господу Дверь Это Открыта Вообще Даже Никто Ничего Не Просит Правильно Почему Люди Не Приходят Это Жену Просто Господь Существует Господь Здесь Прямо Находится Но Мы даже Понять Что Я вчера Рассказывал Аладут Махараш Давал Лекцию Связанную С оскорблением У нас День С чего Начинается День Начинается С оскорбления Мы Пришли В храм Не в духовной Одежде Сразу Существили Оскорбление Вестивы К примеру То есть Ну Нужно Понять Что Когда мы Приходим В храм То есть Есть Много Вещей Которые Мы Можем Не знать Можем Всю жизнь Прожить С этим Не зная Вот Но мы Так или иначе И Господь Он смотрит У нас Как детей До какого-то Момента Но когда мы Уже Все знаем И приходим Все равно В определенном Это на самом Оскорблении Господь Он Ну Поэтому Он не является Нам Вот Такой близкой Какой-то Форме А он Является В форме Божества Еще Милостивого Божества Которое Именно Но В этом В этой форме Божества Он Ну Не столь Строх Он все равно Строх Он все равно Будет Показывать Какие-то Вещи И Будут Свои Плетки Дубины Вот А плеухи Будут Ну Такие Мягкие Что-то Что-то У нас Это самое Потому что Господь Он Ну Как вот Любящий отец Он Любит А любящий отец Он должен Ребенка Бить Иногда Если отец Не бьет Ребенка Ребенок Может Когда вырастет Обидится На отца Скажет Ты же Меня дальше Не бил Значит Ты не любил Меня Некоторые родители Избивают Детей Из ненависти Потому что Они мешают Родителям Наслаждаться И они Ну Это помеха Удовольствия А есть Родители Которые Беспокоятся О ребенке Что он вырос И там В плохую компанию Выпадет Еще что-то И он Естественно Он наказывает Ребенка Для того Чтобы Благо Ребенку Дать Так как Волгут Пахарашки Будет выражаться Этих Королев Мунштруют Почему? Потому что Ну Аристократия Она же не просто Так ведет себя На определенные Жесты Определенные Движения Определенные Походки Почему? Потому что Они Представляют Определенный Класс Общества Которые Должны Вести себя Определенным Образом Королева Или какой-то Аристократ Он не может Себе Позволить Вести Как Какой-то Простолюдин Поэтому Он и Аристократ Но Просто Мы должны К моменту Уловить Что Кришна Представляет Высшую Реальность Поэтому Мы не можем Понять Что это Высшая Аристократия Даже Несмотря На то Что Они Деревенские Жители Они На самом деле Настолько Утонченные Что Там Ну Просто Кто Занимался В какой-то Степени Какой-то Ну Просто Общением С людьми Там Физиогномикой Понимает Что Определенные Жесты Осознанные Или неосознанные Они Очень много О чем Говорят Вот И все А В трансцендентной Реальности Все построено На Вот Этой На тонком Жестов Даже Слова Не столь Важные Так Вот Так Ходишь Как Поэтому Должны По крайней мере Начать Этому Всему Как-то Учиться Начать С простого Утром Встал Тилху Поставил Оловение Тилху Мантру Прочитал Посидел Помедитировал Подумал Ставшись Настолько Огромный Пласт Недоступного Нам Знания Оно Оно Лежит Прям Перед Нами На Поверхности Просто Нам Стоит Начать Читать Мантру Внимательно И мы Столько Много Узнаем И о себе И вообще Обо всем Что ты понимаешь Что книжки На самом деле Даже Мешают Ну Просто Они Вводят Заблуждение Особенно Не Не А Понятно Поэтому Будем Работать Трудиться На этом Поприще Скажу Что Если Королеву Все детство Монструю А Нас Никто В детстве Не особо Не Монструвал Но Мне Папа Немножко Монструвал Я Очень Благодарю Что Монструвал Хорошо Если За нас Кто-то Возьмется Вообще Насчет Нас Монструвать Но Это Большая Удача Еще Нам Нужно Быть Готовым Ну Я Сейчас Читаю Пракхупаду Левамрит Там Описывается Последние Можно Сказать Годы Бахтиданта С вами Пракхупада Когда Он Там Строил Храм Во Вриндаване В Майпуре Он Там Преданных Настолько Никто Не мог С Пракхупадой Жить Вообще Он Настолько Жестко Трамбовал Бахтиданта Бахтиданта С вами Да То есть Там Например Такой Момент Он Открыли Когда Храм Во Вриндаване Кришна Бала Рам Манье Пракхупада Хотел Чтобы Обязательно Был колокол Этот колокол Должен Во-первых На Арте На всех Звонить В определенном Режиме Еще он должен Звонить Через каждые Полчаса И там И вот И он там Описывает Вызывает Одного Предного Ночью Два часа ночи Ты Говорит Слышишь? Он говорит Нет Судьба Попробат Не слышу Говорит И я Тоже Не слышу Иди Говорит Буди Этого Звонок Знаешь Этот человек Он должен Ну Не спать Постоянно Помни Что Каждые Полчаса В колокол Ты стоишь Что ты спишь Тебе Через каждые Полчаса Просыпаться И он Очень строго К этому Относился И вот Там Просто Написывается Там Целая Глава Посвященная Эпопеи С колоколом То есть Насколько Это Важно Ну То Что Это Ну Это Просто Времда Он Да Это Самое Святое Место И там Храм Он Ну Должен В Авторитете Быть Он Должен Прославлять И Все время Каждую Полчаса Звонить Ну Полчаса Еще полбеды Там У них Веревки Плохие Они Рвались Там 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 Сколько Приспособлений Они там Не придумывали Там Я так и не понял Там Пришлось Это Вопрос Ну То есть Там Ну У них И так Там Всего Касается Это Просто Ну Колокол Это Один Пример Такой Очень Небольшой А Там Ну Просто Нужно Понять Что Когда Мы Служить Господу Сначала Мы Приходим Вот Ну Нам Говорят Ничего Соблюдайте Четыре Вегулирующих Принципа Там Повторяйте Мантру И Все Нормально Но Когда Мы Начинаем Действительно Служить Мы Понимаем Что Этого Недостаточно Это Самая Просто База То С чего Надо Начинать Просто Учиться Очень Много Чему Нужно В первую Часть Нужно Научиться Самопосвящению То есть Научиться Посвящать Научиться Гуру Слушать Научиться Выполнять Какие-то Действия Которые Могут Нам Показаться Сложными Или Ненужными Но В служении Все Обосновано Нет Никаких Необоснованных Движений Правильно Надо Понимать Что Служение Это Риск Какой-то Я бы так Рассуждал Просто Чтобы Быть Чем-то Полезным Ты должен Где-то Куда-то Выходить Из Находить Что-то А всякий Выход Куда-то Где-то Что-то Нужно Принести То есть Прикосновение С Внешним Миром Ну Понимаешь Бахистанц Рассвадди Токур Он Сказал Что Для Предавшейся Души Не существует Этого Не существует Возможности Падения Потому что Человек Он делает Искренне Предавшись То есть Если человек Предался То Даже Какой Риск Господь Защищает С чем Риск Связан То есть Человек Не предался До конца Тогда Риск Есть Всегда То есть Тогда Мы выходим Почти Влияние Попадем Слабые Допустим С С Сочетанием Махапрабху Был преданный Харидас Который в его присутствии Попал Под Водействие Этих Секты Бататхари Бататхари Это О чем Говорит О том Что Всегда Риск Есть Поэтому Если мы Предались Если мы Искренне Предаемся То Даже Если мы Что-то Делаем Несовершенно Это Нам Прощается Но если мы Не предались А просто Пытаемся Проблема На самом деле В большей степени Стоит даже Не в том Что мы Что-то Неправильно Делаем А то Что мы Пытаемся С помощью Вот этих Наших Ну Мы пытаемся Господа Эксплуатировать Вот Это Вот Наша Проблема То Есть Мы Пытаемся Сказать Что Да Мы Тут Предались Мы Здесь Служим Так Мы Все Делаем Все Правильно Вот Тут Правильно Кланяемся Вот Вот Нас Должны За Это Кормить Вот Мы Тут Все Так Много Что Делаем Вот Это Оскорбительное Отношение Вот А Предаться Это Предаться Это Но Пытаться Удовлетворить Господа Понять Что Что Нужно Как Это Сделать Лучше И Это Постоянно Такой Процесс Ну Как Вот Мы Если Мы Служили Допустим Царю Да Вот Как Удовлетворить Царя Хорошо Тоже Я Говорю Тут Не Знаем Не Стал Поджарить Приводит Пример Но Переехал Царь Допустим У министра Вопрос Пойти Самому Чай Отнести Царю Либо Послать Лакея Потому Что Если Я Сам Пойду Отнесу Я могу Сделать Что-то Не Так Царь Царь Нагреется Очень Сильно Может Меня Вообще Сместить С должности Значит Лакей Пойдет Но Ему Терять Нечего Он Принесет Чашку Чая Даже Если Его Это Самое Он Не Так Что-то Сделать И Пускай Ему Скажет Пошел Вон И Все Закончится Царь Не Обидится Особо Но Если Это Министр Сделать Царь Нагреется Сильно Может Казнить Министра За неправильный Поход На чай Поэтому Такой Момент Очень Простые Актуальные Вещи Мы Должны Понять Мы Служим Богу Абстрактно Но Если Мы Просто В своем Мех Картинку Сместим Что Допустим Тут Не Божество А Сидит Царь Или Гуру Дэв Сидит Он На самом Деле Принимает Служение Вот Как Мы Себя Будем Вести Сначала Он Бояться На самом Деле Правильно Как Что-то И так Не Сделать Потом Когда Он Поним Что Этот Страх Вообще Мешает Служить Вообще Нужно Избавляться От страха И Как Научиться Делать Это Все Правильно С Любовью Именно Вот Ну Целый Процесс То есть Мы Должны Все Это Осмыслить И На самом деле Так И Происходит Что Господь Он Является В виде Божества В виде Нашей Неготовности Служить Ему Непосредственно Лично И В том Среди Возникает Вопрос А Кто Захочет Служить Господа Но Это Только Те Кто Очень Сильно Его Любят Которые Вообще Не обращают Внимание Ни на Какое Величие Ни на Какое Могущество Ни на Что А Просто Вот Их Аспект Его Могущества Он Совершенно Не Привлекает Их Привлекает Процесс Его Аспект Именно Вот Этой Красоты Сладости Господа Поэтому Мы должны Понять Что Мы все Находимся На разных Уровнях Развития По отношению Господа Как это Будет Проявляться Это Для всех Будет Иниедуально Понятно Рея Кришна Жай Городев Да Поем Городев 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 П Городев Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok